Небесная механика Небесная механика – это часть астрономии, которая изучает взаимные движения небесных тел под действием силы тяготения. В каком-то смысле небесная механика – это первая часть астрофизики. Она возникла как наука вместе с созданием закона всемирного тяготения. И если до нее астроном в первую очередь это был человек, который измеряет небо, помните там у Бертольда Брехта, вы читали «Жизнь Галилея» кто-нибудь? У Бертольда Брехта есть потрясающая пьеса «Жизнь Галилея», очень всем советую. И там есть такая фраза, которая говорит Галилей, что мы выиграли борьбу за право измерять небо. Вот астроном в основном занимался измерением, измерением координат, потом яркости, яркости измерять сложнее. И главное, в общем-то, было описать движение объектов по небу, уметь предсказывать движение объектов по небу, не особо интересуясь теми причинами, которые это движение вызывает. Это своего рода была астрономическая кинематика. Вместе с открытием закона всемирного тяготения возникла астрономическая динамика, мы начали понимать, почему движутся объекты, какие силы между ними действуют. И в первую очередь это, конечно, касалось планет внутри нашей Солнечной системы, движения Луны вокруг Земли, движения планет вокруг Солнца. И потом уже мы это распространили на движение, скажем, звезд друг относительно друга, на движение звезд относительно центра галактики и так далее и тому подобное. Вот о выводах каких-то из закона тяготения мы будем говорить на следующем занятии. А сегодня я хотел поговорить о том, как это вообще возникало и какие базовые понятия в небесной механике есть. Вообще интересно, что, ну, мне кажется достаточно забавным, что, как я уже сказал, небесная механика – это такая первая физика, первая астрофизика. И для того, чтобы она возникла, астрономии пришлось не просто взять какой-то физический закон и применить его к своим задачам, и пришлось просто создать эту физику, просто пришлось создать этот закон, потому что закон всемирного тяготения в том виде, в котором его знаете вы, закон тяготения Ньютона, он возник в первую очередь, конечно, из астрономических наблюдений. Я вам уже рассказывал вот эту историю в онлайн-режиме, когда у вас была и школа, про Тихо-Браги. Вот он здесь на портрете, который в конце 16 века заметил сверхновую звезду. Вот сверхновая Тихо, она до сих пор видна, остаток до сих пор расширяется. Но главное, что Тихо-Браги стал, быть может, в каком-то смысле первым профессиональным астрономом в том плане, что у него была настоящая, ему была подарена королем Дании того времени настоящий остров, настоящая обсерватория, здание, внутри которого можно было проводить систематически, то есть каждую ночь и точные наблюдения, измерения положений небесных объектов. Это была телескопическая эпоха, и такие измерения проводились буквально, что называется, смотреть в дырку на небо. То есть вот у вас обсерватория, это здание, внутри здания есть где-то небольшое окошечко, сквозь которое вы смотрите. И вы смотрите не просто так, а вы смотрите, с какого направления видна та или иная звезда. Ну, понятно, что если звезда находится достаточно высоко, вам нужно как-то вот пригнуться, чтобы через это окошечко посмотреть. И вот был такой инструмент, собственно, во всех старых обсерваториях, назывался он секстант, который позволял измерять высоту светила, скажем, в момент кульминации, в момент пересечения небесного меридиана. А также в этой обсерватории, конечно, были часы, вот они здесь, не одни часы, часы, которые шли по звездному времени, которые позволяли определить момент времени кульминации. Таким образом, у вас получалось как бы две координаты. Две координаты небесного светила в какой-то небесной системе координат. Ну, в то время в основном использовали эклиптическую систему координат. Насколько я знаю, главной плоскостью, от которой все отсчитывалось, это был тот большой круг, по которому Солнце движется по небу в течение года. И вот, собственно, была такая понятие, как эклиптическая долгота, с которым вы сейчас столкнулись на практикуме, и эклиптическая широта, то есть некий угол между плоскостью эклиптики и направлением на светило. Тихобраги провел очень большое количество наблюдений. Вот вы заметили, что в задаче, которая была вам дана, там было 600 точек. Честно говоря, я очень хотел, чтобы, ну, не то чтобы очень хотел, первичная задумка, когда создавалась эта задача, была в том, чтобы вы повторили тот путь, который прошел потом Иоганн Кеплер, вон он тут где-то сбоку стоит, обрабатывая данные Браги. Браги был талантливым наблюдателем. Кеплер, в общем-то, не был наблюдателем, но он был талантливым математиком, талантливым вычислителем. Он потом собрал эти данные Браги и на протяжении долгого времени их обрабатывал. В каком смысле результатом обработки этих данных выявилась публикация, которая сейчас носит название «Рудольфийские таблицы», вот эта страница из этой книжки, в принципе, она отсканирована, ее можно почитать, но в основном это таблицы. Они так и выглядели. Это момент времени, это некоторая дата, какой-то день, а вот это вот координаты, в данном случае положения Марса, как раз в эклиптической системе координат, градусы, минуты, секунды и доли секунд. Очень точное положение. Вы знаете, что Марс гуляет, то есть он тоже движется по небу, движется достаточно сложным образом. Там в том числе есть такие петлеобразные движения, потому что иногда Земля как бы обгоняет Марс, и поэтому нам кажется, что он движется в обратную сторону. И вот все, что было у Кеплера, это вот такие вот таблицы, момент времени и координаты. Момент времени и координаты в эклиптической системе, то есть относительно некоторой выделенной точки, точки весеннего равноденствия, вот некоторый угол. Это то же самое, что было у вас. Это достаточно объемный труд. Рудольфийские таблицы — это сотни страниц, это действительно большое количество наблюдений. И вот у меня была задумка, чтобы вы прошли тот путь, который шел Кеплер, чтобы превратить вот эти таблицы, всего лишь числа, которые получены здесь с Земли, превратить в свои знаменитые три закона движения планет, из которых, в общем-то, все началось. Как это делается? Вот если взять те данные, которые были у вас, собственно, что из них точно можно получить? Из них можно построить зависимость эклиптической долготы Солнца от времени и увидеть, что она меняется равномерно и с каким-то периодом. И этот период в 75 суток, он достаточно хорошо виден. Это означает, что наша планета, ну, наблюдатель, движется вокруг Солнца тоже равномерно, то есть, скорее всего, по окружности, с тем же самым периодом 75 суток. А если вы еще посмотрите, как меняется угол между направлением на Солнце и направлением на планету, там, например, на тот же самый Марс, вы увидите, что он тоже меняется периодически. Это тоже связано с периодическим движением Марса, и у вас получится зависимость с периодом уже 200 суток. Это то, что называется синодический период. Отсюда вы достаточно легко находите хедерический период, то есть период обращения вокруг Солнца с планетой. Это единицы, деленные на синодический период наблюдателя. Вот это те самые, то, что нам неизвестно, вот это то, что 200 суток, минус единицы, деленные на синодический период планеты. Вы сюда подставляете, вот эта штука неизвестна, вот сюда подставляете 75, вот сюда подставляете 200, и получается в конечном итоге, что сибирический период у вас 120 суток. Это та информация, которая достаточно легко добывается, вот просто внимательным рассматриванием вот этих таблиц или внимательным рассматриванием какой-то график. И это то, что, собственно, необходимо для того, чтобы начать уже восстанавливать планетные орбиты. Вопрос? То, что здесь планета внешне, мне кажется, можно понять из того, что у нее период, теоретический период, оказывается больше, чем период нашей планеты. И вот здесь вот, смотрите, такая ремарка. Почему отчасти вот эти вот вычисления были невозможны до Кеплера? Дело не только в большом количестве экспериментальных данных, которые получил Тихо Браги, дело еще в представлении о картине мира. Чтобы вот все, что вы сегодня проделывали, то, что я сейчас расскажу, имело смысл и работало, для этого необходимо, чтобы вы понимали, что, во-первых, в центре Вселенной находится Солнце, а не Земля. Во-вторых, что у вас планеты вращаются вокруг вот этого Солнца. Что на планеты, в принципе, действует хоть какая-то сила. Вот это все важно было понимать, вот это необходимо было привнести в свою картину мира. Это вот то самое априорное знание, помните, я говорил на первом занятии, что всегда ваша модель, с которой вы работаете, она нагружена каким-то априорным знанием, вашим представлением о Вселенной в целом. Вот, тогда это было важно. То есть, там получалось вполне себе самосогласованный ответ. Вот, не готов прокомментировать, возможно, это так. Потому что, на самом деле, я когда делал эту задачу, честно, я сам себе сломал мозг, честно признаюсь, ну, потому что не каждый день вот именно такую задачу я решал, я ее решал специально для вас. И даже вот чего я, скажем, не заметил, за что спасибо большое Маше, она обратила мое внимание на это. Вот если вы посмотрите на правый график повнимательнее, видите, так меняется угол между направлением на планету и на Солнце. Это то, что называется конфигурация. Вот вы представляете, как выглядят себе петлеобразные движения на этом графике? У вас планета сначала движется, то есть, у вас вот этот вот угол, эта конфигурация, он сначала меняется, скажем, в одну сторону, он сначала уменьшается, а потом начинает расти. То есть, у вас, если брать Марс, то для Марса должно было получиться что-то вот такое. Вот он сначала меняется, потом делает вот такую петлю и уходит вот так. То есть, вот это вот время, вот это вот самый угол дельта. И вот это то самое петлеобразное движение, к которому мы привыкли здесь у нас на Земле. Вот здесь, этой картинки нет, но вы видите, что здесь есть небольшой какой-то вот слабый изгиб. Вот здесь все равномерно, здесь прямые линии, прямолинейная зависимость от времени. Здесь зависимость от времени не прямолинейная, но почти прямолинейная. То есть, мы можем сказать, что на самом деле, конечно, по отношению к Земле, если Солнце ходит по небу равномерно, да, вот нашей задачи, оно двигалось по большому кругу, по эклиптике равномерно. Планета, за которой следил наблюдатель вот в той задаче, она, конечно, двигалась по эклиптике не совсем равномерно, но очень близко к равномерному. Просто так сложились данные. Вот так у меня получилось сгенерировать. Я мог сгенерировать по-другому, и тогда здесь возникла бы вот такая петелька. И тогда, например, решая эту задачу, как сделали некоторые, которые точно нельзя было бы переходить в систему отсчета, связанную с вращающейся вокруг Солнца и Землей, вы получили бы сильно неверный ответ. А так, поскольку здесь вот этот вот эффект, он не очень сильный, вы получили объект, близкий к верному. А мы построили график, у нас так же все. В смысле построили график? Мы график построили, посмотрели, и мы можем так и делать. А, ну вот. То есть, да, но вы это не сказали, когда мы это обсуждали. Нет, нет, это, в принципе, на самом деле, ситуация достаточно допустимая. То есть так, вообще так делают. То есть, когда видят, что каким-то эффектом можно пренебречь, им, ну, и это разумно, им пренебрегают. То есть, в каком-то смысле здесь все было правильно. Да, вопрос. Я вижу, что у нас почему-то не сопряжается в этот эффект, если у нас нельзя находить график для получения синодического периода? Нет, можно получить синодический период, и синодический период был бы правильный. При решении задачи нельзя было бы считать, что относительно Земли Марс движется равномерно. То есть, если бы вдруг вам понадобилось при решении задачи это посчитать, при вычислении углов, то это было бы уже некорректно. Здесь это тоже, строго говоря, не так, но, в принципе, это до некоторой степени допустимо. Два сидерических периода Земли и той планеты, которой мы исследуем, это то, в общем-то, с чего необходимо начинать. Сидерический период Земли, год, вот тот самый тропический год, в общем-то, Кеплер уже знал. Мы сегодня знаем, что он равен вот такому вот количеству средних солнечных суток. Сидерический период планеты, вот эту формулу для пересчета из синодического в сидерический Кеплер тоже знал, она геометрическая. Сидерический период Марса нам известен, вот он, сидерический период, 683 суток. Нам нужно знание еще геометрии, обычной планиметрии, например, теорема осуми углов треугольника, представление о синусах, теорема синусов, например, там тоже могла понадобиться. В то время не было теоремы синусов в том виде, в котором вы учите в школе. Вы же проходили теорему синусов в геометрии, теорему косинусов, потому что не было тригонометрии как таковой, но вы же помните, что синус и косинус всегда можно заменить отношением сторон катетов и гипотенуза, если рассмотреть какой-то прямоугольный треугольник. В общем-то, тогда рассмотрение всех этих задач, оно было сугубо геометрическим. И если вы посмотрите вот книжку Коперника, который вышел где-то за 40 лет до работ Кеплера об обращениях небесных сфер, да, где-то за 4573, если не ошибаюсь, то эта книжка, это тоже очень большой труд, вот такой вот толстенный, такой гигантский. Есть, кстати, фоксимильные издания, советские были, вместе с подстрочным переводом. То есть вы просто можете прочитать эту книжку, если кто-то из вас хочет, это было сделано. На две трети это учебник геометрии. На две трети это учебник геометрии, связанных с треугольниками, с окружностью. Там доказываются самые настоящие геометрические теоремы. Там, например, теорема осекущей и касательной к окружности. Вот, то, что вы учите в школе, вот там это было необходимо из астрономии, там во всех этих теоремах был вполне себе практический смысл. Если у нас есть все вот это знание, дальше, кроме вот этого знания и самих данных, конечно, нужна какая-то научная смекалка. Это вот то, что понадобилось вам сегодня, и то, что у вас оно сегодня, не знаю, у кого-то родилось, у кого-то проявилось. Потому что нужно придумать некоторый метод работы с этими данными. Что придумал Кеплер? Что предложил Кеплер? Он понимал, что... Он представлял, что и Земля, и Марс движутся по каким-то орбитам. Он не знал, по каким. И он изначально предполагал, что они не обязательно круговые. И как раз хотелось выяснить, какую форму имеют эти орбиты, как именно они движутся. Вот у нас Солнце, вот у нас Земля, вот у нас Марс, вот у нас положение в некоторый начальный момент времени. И давайте начнем, говорил Кеплер, с момента противостояния. То есть того момента, когда угол между направлением на планету и на Солнце равен 180 градусов. Вот он, этот угол. Но я напомню, что этот угол наблюдается на самом деле не напрямую, потому что одновременно и Солнце, и планета на небе практически никогда не бывает. Солнце бывает днем, а Марс лучше всего наблюдать ночью. Особенно, когда он находится где-нибудь ближе к полуночи, он поднимается достаточно высоко, он яркий, его проще наблюдать. Что на самом деле наблюдается? У нас есть некая система координат. Вот здесь понадобилась такая штука, как система координат. Если мы говорим только об, скажем, плоскости эклиптики, забудем про эклиптическую высоту, то есть про эклиптическую широту, то есть про отклонение от плоскости эклиптики в данный момент. Кеплер про это не забывал, но забудем. На какой-то момент, то у нас, в принципе, есть некоторое выделенное направление в пространстве, есть некое выделенное направление в плоскости эклиптики, которое указывает на некоторую начальную точку. Вот в задаче она была названа точкой φ, точка траектория, а для Кеплера это была начало координат, точка весеннего равноденствия. И вот то, что мы знаем, мы знаем угол между направлением на светило и на эту точку, вот этот вот угол или вот этот вот угол, непосредственно из наблюдений. И уже из разности этих углов мы получаем угол между направлением на Солнце и на светило. Итак, мы стартуем с момента противостояния. Здесь находится Земля, здесь находится Марс, но мы знаем, мы вычислили сидерический период Марса. И давайте следующее наблюдение проведем через один сидерический период, когда Марс сделает полный оборот по своей орбите и вернется сюда, в эту же точку. Земля при этом, она приедет не туда же, потому что у нее другой сидерический период, а в какую-то другую точку. Я не уверен, что она именно вот так вот не догонит, может быть, она перегонит, но давайте будем считать, что она как-то не догонит. И смотрите, что у нас есть. Опять, в этот же момент времени мы можем наблюдать Солнце, мы можем наблюдать вот эту эклиптическую долготу Солнца, то есть это угол между направлением на Солнце и в той, и между тем же самым направлением, вот от каждой точки этого направления всегда у нас одно и то же. Оно параллельно смотрит куда-то в одну точку в эклиптике, то есть у него один и тот же угол относительно всей какой-то большой системы координат, например, Декартова, если бы мы ее здесь ввели в плоскости вот этого рисунка. Вот мы знаем вот этот угол 2, и несложно догадаться, что вот этот угол между старым положением Земли, где нас уже нет, где было противостояние и новым, где мы сейчас есть, это не что иное, как разница вот этих двух углов. Но действительно, попробуйте мысленно вот эту вот прямую поднять как бы наверх и посмотреть мысленно, что будет происходить с этим углом. Он, вот этот гамма-2, превратится вот в этот. То есть изменение этого угла будет ровно такое, какова величина вот этого угла, который я назвал тета-2. Этот угол тета-2 вы знаете. И что у вас еще есть? У вас есть три тела, поэтому вам неизбежно нужно работать с каким-то треугольником. И третье тело – это тело М, и вы достраиваете этот треугольник. Вот у вас линия Т2М. У вас есть еще один некоторый угол альфа, который вы тоже можете вычислить. Почему? Потому что вы знаете вот этот угол между направлением на Солнце и направлением на планету. В один и тот же момент времени вы измерили две эклиптических долготы сначала днем, потом вечером в тот же день, посчитали их разницу, и вы знаете этот угол. И смотрите, что получается. Этот угол вы знаете, этот угол вы знаете. Вы можете посчитать этот просто по теореме о сумме углов треугольника. Она равна 180 градусов, 180 минус 2 угла. У вас получается вот этот угол альфа. И тогда у вас получается треугольник, в котором вы знаете вот этот вот угол и вот этот вот угол. И тогда вы можете, зная отношение синусов этих углов по теореме синусов, вы можете получить отношение вот сторон СТ2 и СМ. То есть по сути, что вы можете сделать? Вы измеряете величину вот этого вот радиуса, то есть даже я не хочу сказать не радиус орбиты Земли. Вот здесь нет еще пока никакого радиуса орбиты Земли. А расстояние от Солнца до Земли в тот момент, когда она находится здесь, то есть для вот этого угла ТТ2, по отношению к расстоянию от Солнца до Марса в тот момент, когда он находился в противостоянии. То есть вот эта вот длина у вас выступает некоторым эталоном, некоторой линейкой, относительно которой вы померили вот это расстояние. Но это вот для одного, то есть вот у вас было здесь противостояние, один синодический период, он пришел, ой, прошу прощения, сидерический период Марса, он пришел опять в эту точку, Земля оказалась здесь. Но еще через один сидерический период, так-то, кстати, два года, ни много ни мало, у вас Земля окажется уже в другой точке, и угол будет уже другой. И вы сможете измерить также расстояние от Солнца до Земли уже в другой момент времени для другого угла ТТ2. Вот тот же самый угол ТТ2, давайте будем отсчитывать от прямой СМ. Вы сможете измерить для другого угла ТТ2, и вы сможете, вот благо у вас период, сидерический период Марса и Земли, они не кратные, и в принципе каждый раз у вас Земля будет появляться в разных-разных точках. И если вы будете продолжать эти измерения, эти наблюдения достаточно долго, десятки лет, то в какой-то момент вы сможете восстановить зависимость расстояния от Солнца до Земли в единицах вот этого вот единого эталона. Вы не знаете этот эталон, вы не знаете, чему он равен в метрах, но вы знаете, что при каждом измерении он всегда одинаков. И вот что вы в результате можете восстановить, у вас есть какая-то точка, которую вы называете Солнцем, и у вас вы можете восстановить в конечном итоге зависимость, вот у вас вот эта прямая, вот здесь у вас где-то была планета М, вот это у вас какой-то угол ТТ2, вот это зависимость расстояния от Солнца до планеты Земли. И вы восстанавливаете зависимость Р от ТТ2. Это дает вам форму орбиты Земли, это еще не дает вам размеров этой орбиты, но форму уже дает. Это достаточно важно. И вот когда получается эта форма, оказывается, что это ни разу не круг, это Элипс. Первое, что сделал Кеплер, он измерил именно форму орбиты Земли. Этот метод сложнее, чем тот, которым могли пользоваться вы, когда решали эту задачу. Почему? Потому что там вы уже сразу закладывались в том, что ваши орбиты круговые. Здесь, наоборот, в принципе не закладывается никаких предположений, поэтому метод оказывается более сложным и в этом смысле более универсальным. Хотя, вот я сказал фразу, что если периоды, вот благодаря тому, что периоды обращения Марса и Земли вокруг Солнца не кратны, Кеплер смог эту задачу решить. То есть, если бы наша Солнечная система была устроена немножко иначе, по крайней мере, таким способом Кеплер, скорее всего, не решил бы задачи, пришлось придумывать бы другой. И тогда у нас законы Кеплера и все, что из них следовало, скорее всего, появились бы позже. Ну так вот, восстановлены орбиты Земли. Но как только мы восстанавливаем орбиту Земли, мы можем позволить себе восстановить орбиту, в общем-то, любой из планет, которые мы наблюдаем. Почему? Потому что, вот смотрите, ну здесь она у меня нарисована круговой, наверное, надо было ее здесь уже правильно нарисовать эллипсом, но мысленно представьте себе, что она у нас эллипс. Вы знаете, как зависит расстояние от некоего угла. И смотрите, представьте себе, что поскольку вы знаете сидерический период Марса, вот он в какой-то точке находится, вот просто какое-то наблюдение. Здесь Земля, здесь Марс. Вы знаете направление на Марс в этот момент. Давайте перейдем через один сидерический период Марса, пройдет два года, Марс опять окажется здесь, Земля опять окажется в другой какой-то точке. И вы сможете измерить вот это направление. Вы знаете вот этот вот угол, у вас есть вот эти два направления. В принципе, это можно посчитать алгебраически, можно просто начертить чертеж. Вы проводите линию в этом направлении и в этом, и смотрите, где эти две линии пересекаются. И там, где они пересекаются, вы ставите точку для Марса. И в результате у вас получается вот, вот у вас некоторая Земля, вот здесь вот какая-то там Марс, вот у вас там одна Земля, вторая Земля. Вот у вас одно направление, у вас другое направление. Вы знаете, где они пересеклись, и вы знаете, как далеко они пересеклись от Солнца. То есть вы знаете, как далеко они пересеклись от орбиты Земли. Понятно почему То есть когда вы Это вот помните как с эффектом параллакса Который вы измеряли У вас был там баннер вдалеке И вы измеряли по сути два угла И вы знали Как вы измеряли расстояние Что под таким углом они пересекутся близко И у вас расстояние будет Достаточно маленькое Под большим углом они пересекутся где-то далеко И вот здесь та же самая история Таким образом удается восстановить В том числе форму орбиты Марса И удается решить вопрос о том А во сколько же раз орбита Марса Больше орбиты Земли Если к ним в принципе применим Какое-то понятие расстояния Ну сейчас мы понимаем что орбиты характеризуются Таким параметром как большая полуось О которой я сейчас поподробнее поговорю Вот собственно таким образом Просто из наблюдений углов Из большого количества наблюдений углов Из многолетних наблюдений углов При помощи некоторых там Астрономической смекалки Хорошей картины мира И хорошего знания закона в геометрии Просто сидя на Земле Мы смогли восстановить форму орбит Земли и Марса И соотношение их размеров Это потом уже там в 18 веке Мы смогли хорошо определить значение Астрономической единицы в километрах Но сейчас вот на этом этапе Логичнее было просто взять Что расстояние от Солнца до Земли Равно единице Назвать это астрономической единицей И все масштабы Солнечной системы Измерять именно в этих астрономических единицах Что в результате нашел Кеплер То есть когда он получил и форму орбиты Их размеры Когда он начал уже систематизировать Все свои знания для многих планет Он сформулировал три знаменитых закона Законы Кеплера Это знаменитые эмпирические законы Планетного движения Эмпирические в том плане Что они являются обобщением Наблюдательных данных Вот собственно вот таких данных Вот этих вот углов Они не поясняют Почему планеты движутся именно так Они просто утверждают Как они движутся Первый закон Это закон о форме орбит планет Он звучит так Что все планеты в Солнечной системе Движутся по эллипсам А не по окружностям В одном из фокусов которого Сейчас я подробнее скажу Что это такое В одном из фокусов которого Находится Солнце То есть здесь самое главное утверждение в том Что Солнце находится не в центре эллипса Как можно было бы предположить А оно смещено от центра эллипса В некоторую особую точку То есть первый закон утверждает Этот закон именно форма орбит Второй закон говорит о том Как быстро планета движется По своей эллиптической орбите Что радиус-вектор планеты Это прямая, которая соединяет Положение планеты и Солнца За равные промежутки времени Заметает равные площади Ну давайте я сейчас не буду объяснять Как это именно можно получить Непосредственно из наблюдений Если у нас в конце останется время Или будут вопросы Там тоже можно построить просто график Надо просто знать, какой график построить Вы строите график Вы просто напрямую убеждаетесь в том Что да, действительно За одинаковый промежуток времени Вот здесь вот в ближайшей к Солнцу Точке орбиты Планета движется побыстрее Поэтому здесь расстояние поменьше Но планета движется побыстрее Поэтому вот эта площадь Оказывается точно такой же Как вот эта площадь Когда здесь расстояние побольше Но планета движется помедленнее И собственно планета в дальней точке Своей орбиты Она называется в Солнечной системе Офелием В точке Офелии Она движется во столько раз медленнее Во сколько Офелий Дальше от Солнца Чем перигелий Это ближайшая точка планетной орбиты Это так называемый Вот закон площадей Кеплера Он есть С этим нужно смириться И главное, что это к вопросу О скорости движения планеты Планета движется неравномерно Ну и третий Быть может самый знаменитый закон Кеплера Он устанавливает соотношение Между размерами орбиты В данном случае Большой полуосью То есть вот эта половинка Большой оси эллипса Большой полуосью эллипса И квадратом периода обращения Планеты вокруг Солнца То есть он утверждает Что квадраты обращения Двух разных планет Которые находятся в Солнечной системе Соотносятся точно так же Как кубы больших полуосей Их орбит То есть если вы знаете Во сколько раз Марс дальше Земли Вы сразу же можете посчитать Во сколько раз Период его обращения вокруг Солнца Больше земного И наоборот Если вы знаете во сколько раз Период обращения Марса Больше земного Вы сразу можете посчитать Вот из этой формулы Во сколько раз этот Марс Дальше чем Земля Вот давайте поговорим Чуть подробнее об этих законах Что из них следует Ну сначала про эллипс Эллипс это геометрическая фигура На самом деле я думаю Для Кеплера это было совершенно неожиданно Узнать что орбиты не круговые Во-первых считалось Что орбиты всегда круговые Ну хотя бы потому Что это красиво И как ни странно В общем-то некая красота физики Она ну вот этот элемент красоты Он присутствует по сей день И он наверное связан С той самой бритвой Оккома Которой я вам говорил Потому что если вы понимаете Что вам приходится Теорию нагружать Какими-то дополнительными представлениями Что вот а здесь у нас Вот этот эффект Вот этот вот этот вот этот А вот эта выкрутая точка из графика У нас потому что там гномик пробежал Но вот скорее всего означает Что что-то у вас не то с теорией Поэтому вот эта идея красоты Она присутствовала В том числе она диктовала круговые орбиты Кеплер понял что это эллипс И насколько я знаю Получив Ведь он что же получал Он получал отдельные точки То есть это всегда была То есть какая-то система координат В которой он получил Отдельные точки Соответствующие его измерениям И вот надо было догадаться Что наилучшей линией Которая через эти точки проходит Является именно фигура Которая называется эллипс Что это такое? Эллипс начинается с двух В общем-то произвольно выбранных точек Через которые как известно Всегда можно провести Некоторую прямую Вот у вас есть какие-то две точки Они называются фокусами эллипса И представим себе Что вы выбрали какую-то еще одну точку Тоже произвольную И вы провели прямые От этой точки Т до двух фокусов И посчитали сумму расстояний Ф1Т плюс ТФ2 И сказали Давайте теперь нарисуем Все точки на этой плоскости Такие Что сумма расстояний От этих точек до фокусов Остается точно такой же Как сумма расстояний От точки Т до фокусов Ну вот эта знаменитая история Когда вы Фиксируете здесь Двумя гвоздиками веревку Натягиваете здесь веревку Ставите здесь карандаш И пытаетесь натянутым карандашом Протянуть линию Там где вам эта веревка позволяет Вы получите вот такую вот линию И собственно это линия Это кривая Так называемая кривая вторая порядка Эллипс это родственник окружности И не только окружности Собственно сегодня я покажу вам В каком смысле он это родственник У вас получается линия Которая называется эллипс Главное свойство эллипса Что до суммы расстояний От любой точки до его фокусов Она постоянна И она равна удвоенной Большей полуоси Вот это вот половинка Здесь центр эллипса Геометрический центр эллипса Половинка наибольшей его оси Называется большая полуось Ну а соответственно Половинка второй части Второй оси Называется малая полуось В солнечной системе Любых двух взаимодействующих Гравитационным способом тел Одно из тел Всегда находится Именно в фокусе Не в центре А в фокусе И поэтому вот я здесь Нарисовал солнышко в фокусе Неважно в левом или в правом В каком-то из них Они в общем-то Оба равнозначны Ближайшая точка орбиты Для Солнца называется Перигелий Самая дальняя точка орбиты Называется Офелий И Перигелий и Офелий Они еще называются Таким красивым словом Апсиды То есть апсида Это одна из экстремальных Точек на орбите И апсид У каждой орбиты Ну в задаче двух тел Апсид две И в зависимости от того Вокруг чего Сформирована эта орбита Эти апсиды Называются по-разному Наверное вы Знаете В общем случае Это перицентр и апоцентр Если мы говорим Просто о каком-то Абстрактном эллипсе Вокруг чего-то Но в астрономии Активно используются Перигелий и апогелий Это вокруг чего? Вот переселений И апоселений Луна Селена Это луна Периастер И апоастр Астр Это звезда Астр Это звезда То есть когда речь идет Например Об орбитах В системе двойной звезды Вот перигалактий Апогалактий То есть Это центр галактики У нас большая галактика Да Есть центр галактики У звезд есть какие-то орбиты Они достаточно сложные Но они тоже есть И есть тоже там Ближняя и дальняя точка Третий закон Кеплера По сути говорит о том Что чем дальше планета находится от Солнца Тем медленнее она движется Медленнее в смысле периода И причем существует Очень четкая Хорошо прослеживаемая зависимость Как зависит Период обращения планеты вокруг Солнца От большей полуоси То есть вот он Размер эллипса Именно от большей полуоси Его орбиты Третий закон Кеплера Записывается Утрость условного Квадрат периода Равен от большей полуоси Если У вас период Измеряется в земных годах А большая полуось Измеряется В астрономических единицах И собственно Понятно почему Да Потому что Кеплера Сам работал Именно с Такими масштабами Как большая полуось Земли Потому что Он не знал Скорее В километрах Но это был бы там Штабная линия Которая он Пользовался А главный момент Грамма Как единица времени Я все-таки Был год И очень удобно Оказывается Строить График Не просто В зависимости Скажем Большой полуоси От орбитального периода А именно Куба Большой полуоси В астрономических Единицах От квадрата Орбитального Периода Если Вы построите Такой График И вы нечете У него Каждой точке Будет соответствовать Какая-то Планета У Земли Один год И одна Одна Сфероническая Единица Вот она Где здесь Находится У Марса Соответственно Два года И так же Это 2,8 Два И так далее И будет видно Что все Планеты И в том числе Малые Телосолнечные Системы Они прекрасно Лягут На эту Идеальную Примунил Как я уже сказал Кеплер Свои законы Представил Как обобщение Экспериментальных Данных Тут еще В общем-то Не было особой Физики Но Наступил 16 век Мысль Не стояла На месте И в принципе Смотрите Можно Порассуждать Если действительно У нас Работает Третий закон Кеплера Но давайте Себе Представим Что у нас Давайте Себе Представим Что тоже Очень важно Что планеты Движутся Потому И не улетают Потому Что на них Со стороны Солнца Действует Какая-то Сила Кругу Скорость Это полная Длина То Мы запишем Что Т1 Деленный На Т2 В квадрате Это Есть некая Р1 На Р2 В кубе Вот такое Вот соотношение Из которого Из которого Следует Вот что Что Р1 В кубе Деленное На Т2 Ой Т1 В квадрате Прошу прощения Т1 В квадрате Равно Р2 В кубе Деленное На Т2 В квадрате То есть И это Некоторые К Некоторые Универсальные Константы Которые Одинаковы Для всех Планет В нашей Солнечной Системе Существует Некая Универсальная Константа О существовании Которой Мы догадываемся Из третьего Закона Кеплера Окей Раз это так У нас Есть вот эта Константа Давайте еще Вспомним Это Центротримительное Ускорение И посчитаем Силу Которая Действует Со стороны Солнца На планету Дальше Мы Дописываем Силу Которая Действует На планету Сила Ф Она равна По второму Закону Ньютона Масса Умноженная На центре Стремительное Ускорение Она запишется Таким образом Это 4 Пир Квадрате Вот это Самое К Умноженное На массу И деленное На р В квадрате То есть Мы заменили В центре Стремительное Ускорение Мы сделали Такую Замену Что Единица На т В квадрате Равно К деленное На р В кубе Вот что Мы сделали Заменили То есть Где к Это Вот это Универсальное Постоянное Которое Есть В нашей Солнечной Системе И мы Вот это Соотношение Подставили Формулу Для центра Стремительного Ускорения Вот видите Там Внизу Т в квадрате Вот это Подставили Вместо Единицы На т В квадрате Подставили Вот это К деленное На р В кубе Там еще Сверху Было Р Оно Сократилось И оказывается Что сила Которая Действует На планету Она Убывает Обратно Пропорционально Квадрату Расстояния То есть Это прямое Следствие Третьего Закона Кеплера Вот это Следствие Было Получено Где-то Через 40 лет После Открытия Третьего Закона Кеплера Это сделал Французский Астроном Исмаэль Буйо То есть Для того Чтобы Вот то Что я Сейчас вам Рассказал За 20 минут Как бы Логику Провел Вот там Потребовалось 40 лет На тот момент И вот здесь Тоже еще Важный момент Смотрите Когда мы Вычислили Вот эту силу Здесь Уже Пропала Орбита Круговая Мы Вычислили Ускорение Предполагая Что она Центростремительная И забыли Про то Что точка Куда-то Движется У нее есть Ускорение В данный момент Времени В данный момент Времени На него Действует Сила Все Нам уже То что Там есть Какая-то орбита Уже Не так Важно Дальше Мы Уже Вернулись В физику И Дальше Мы можем Вспомнить Что Окей Если Со стороны Солнца На планету Действует Сила Которая Спадает Как Квадрат Расстояния Ну Значит И со стороны Планеты На солнце Действует Сила Ну Потому Что Работает Третий Закон Ньютона Сила Действия Должна Порождать Какую-то Силу Противодействия И вот дальше Очень важно Было Произнести Такие слова Предположим Что На солнце Со стороны Планеты Действует Сила Той же Природы Которая Действует Со стороны Солнца На планету Это Как бы Не то Чтобы Ниоткуда Не следует Это кажется Логичным Предположением Но это Все-таки Предположение Это Не Очевидное Предположение Но если Его сделать Тогда Можно сказать Что со стороны Солнца На планету Что значит Той же Самой Природой Это означает Что она устроена Таким же образом Мы видим Что вот эта сила Она пропорциональна Массе планеты И обратно Пропорциональна Квадрату Расстояния От солнца До планеты Значит Сила Которая Действует На солнце F штрих Это должно Быть тоже Какой-то Коэффициент 4 пи В квадрате К штрих Мы не уверены Совершенно не очевидно Что это один И тот же коэффициент Но это Он какой-то Есть Здесь должна Стоять Масса солнца М большое И здесь Должно стоять То же самое Расстояние От солнца До планеты Ровно столько же Сколько от планеты До солнца И мы знаем Что вот эти силы F штрих И F Они равны По третьему Закону Ньютона Если это Действительно так Если они Действительно равны То вот Из этого равенства Если вы Аккуратно посчитаете Вы поймете Что в солнечной Системе Существует Еще более Универсальная Константа Если константа К Она одинакова Для всех планет То можно найти Константу Которая одинакова И для всех планет И в том числе Для солнца На которой действует Сила со стороны Планет Она В терминов Наших Расчетов Запишется Следующим образом Это будет Некое 4π в квадрате К деленное К маленькое Деленное На массу солнца Или то же самое Что 4π в квадрате К штрих Деленное На массу планеты Это некая Универсальная Константа Которую Давайте Ну какой буквой Обозначу Какой большой Маленькой Ж Большой Это та самая Гравитационная По смыслу Это та самая Гравитационная Постоянная Если вот это Вы подставите В формулу Для силы Вот так вот Это будет выглядеть То вы собственно И получите Что у вас Ф равно Ф штрих И равно Ж Умноженное На произведение Масс И обратно Пропорционально Квадрату Расстояния Между планетами То есть Третий закон Кеплера Второй закон Ньютона Понимая Второй закон Ньютона Сформулирован он Был позже Но понимая Как это устроено В конечном итоге Удалось Сформулировать Формулу Которую мы Сегодня знаем Как закон Семирного тяготения Эту формулу Впервые Сформулировал Роберт Гук В 60-х годах Там в конце 50-х В начале 60-х годов 17-го века То есть Это конечно Было сделано До Ньютона Сразу отвечу На вопрос А при чем Здесь тогда Ньютон Потому что Исаак Ньютон Скажем так Когда он писал Свой знаменитый труд Он смог ответить Не только на вопрос А как планеты Притягиваются к Солнцу Там была такая история Что как раз Прилетела комета Галлея И Эдмон Галлея Молодой астроном Он наблюдал эту комету И у него получилось По наблюдениям Что комета У них же очень вытянутые орбиты На самом деле А у него получилось Что комета движется Прям сильно по эллипсу И для него Это было странно Он получил объект Который движется Не по окружности Он написал Гуку И спросил там Профессора Наверное он тогда Уже был профессором Знаете ли Можете ли вы пояснить Как должно Двигаться тело Если на него Действует центральная сила Спадающая как единица На квадрат расстояния Потому что тогда Об этом говорили Опять же Гук Об этом говорил В 60-х годах А комета Галей В 1682 год Так сложилось Насколько я знаю Эту историю Гук не ответил На этот запрос Не могу сказать почему Но так или иначе Ответа не получилось Эдмунд Галей Пошел к Ньютону И попросил Его решить Этот же вопрос Ньютон решил Результатом этого запроса Стала публикация Знаменитых Математических Начал натуральной философии Где Ньютон В том числе Высказал такое предположение А что если Та сила Из-за которой Планеты движутся Вокруг Солнца Ну и Луна Движутся вокруг Земли Это та же самая сила По причине которой Яблоко падает на Землю Это вот та самая история Откуда берется История про яблоко Она возникла уже потом Под конец жизни Ньютона То есть никакое яблоко Ему судьбе Всего на голову Не падало Но по признанию Самого Ньютона Какое он там Сделал своему Собственному биографу Вот ему возникла Такая в голове идея Вот И он смог Математически Строго математически Доказать Что да Мы с вами Там яблоко Притягивается к Земле Именно под действием Той же самой силой Из-за которой Луна вращается Вокруг Земли Это можно сделать Просто сравнивая Ускорение здесь у нас Вот это же 9,8 метров Секунду в квадрате И ускорение На орбите Луны Которую мы можем узнать Зная Сидерический период Обращения Луны Вокруг Земли Вот таким образом В конечном итоге Астрономия И породила Сама себе Ту физику Которая легла В основу Небесной механики По столу лег Закон всемирного тяготения И на сегодняшний день В классическом варианте Его формулировка Не поменялась Давайте По крайней мере Сегодня оставаться В рамках Вот этой классической физики Мы понимаем Что да Есть общая теория относительности Есть черные дыры Там есть свои эффекты Но пока Мы о них Говорить не будем Может быть даже на этой школе Говорить не будем Не уверен Коэффициент пропорциональности Гравитационная постоянная Стала одним из Одной из наиболее Фундаментальных Постоянных Которые описывает наш мир Описывает силу тяготения Одно из четырех Фундаментальных взаимодействий На сегодняшний день Она известна Вот с такой точностью Это не самая высокая точность Измерения Вообще постоянных физики Потому что Эксперимент по измерению Гравитационной постоянной Пожалуй один из самых сложных Который у нас есть в физике И он сложен потому Что сила тяготения В действительности Это очень-очень слабое взаимодействие Она очень плохо себя проявляет Да, земля нас притягивает Вот мы чувствуем Как она нас там тянет вниз Но потому что земля огромная Вы тоже сейчас друг к другу Притягиваетесь силами тяготения Но там сила трения Вашего стула Она не позволяет Вам вот это Проявиться этому притяжению А даже если бы позволяло Ускорение Которое порождает Вот такая маленькая сила Видите Здесь 10-11 метр кубический На килограмм в секунду в квадрате Ускорения были бы настолько малы Что даже за время урока Вы бы чуть Продвинулись друг к другу Совершенно на чуть-чуть Тем не менее Измерения гравитационные Постоянные Как бы они проводились Они проводятся И они начались еще В конце Ну не при жизни Ньютона Но в конце 18-го века И я думаю Вам известны очень имя Генри Кавендиша Англичанина Физика Экспериментатора Который провел Пожалуй Первый успешный Эксперимент Ну не по измерению Гравитационной Постоянной Он не ее измерял Он измерял Плотность Земли Но по сути Чтобы измерить Плотность Земли Ему необходимо было Измерить гравитационную Постоянную И вот он придумал Такой классический Эксперимент С подвесом И с гравитирующими шариками Вот здесь он ставил Большие такие свинцовые По-моему где-то Под 160 килограмм Шары Которые были зафиксированы На этой установке А вот здесь Были подвешены На подвесе На таком свободном Коромысле На медной проволочи Чтобы она не закручивалась Маленькие По-моему 5-килограммовые шары Кажется тоже свинцовые А может и медные шары По-моему не помню Здесь были в центре Свинцовые Здесь медные И смысл был в том Что эти большие шары Да чуть-чуть Еле-еле Но притягивали Вот эти вот маленькие шары И так что этот подвес Понемножку закручивался На самом деле Он не то чтобы закручивался Он на самом деле Постоянно колебался Там было колебательное движение С периодом где-то Около 15 минут И вот в рамках Этого колебательного движения Кавен Дишл Все это вот Было обернуто В такой деревянный кожух Чтобы не дай бог Там никто там Не дунул ветер Или еще что-то не случилось Потому что вы можете посчитать Какая сила действует Между этими шарами В ньютонах И там будет очень-очень мало Это гораздо меньше Чем там те Не знаю там 50 ньютонов 500 ньютонов С которых Земля притягивает вас И он измерял смещение Вот этих маленьких шариков На закручивающиеся нити У нити есть упругость Она не давала закрутиться Им очень сильно И вот по величине Этой закрутки Он определял силу Тяготения И в том числе Гравитационную Постоянную Его измерение В общем-то Было не сильно хуже того Что получается Сейчас Вот здесь вот На графике Приведены Что это такое Это величина Гравитационной Постоянной Точечки Сами значения А вот эти вот усы Это диапазон ошибок Это неопределенность Которая получается Из эксперимента И вот здесь вот Имена авторов Разные годы От 82 года До 2014 Эксперименты продолжаются Как видите Достаточно большой разброс Потому что Есть систематические ошибки И опять-таки Эта величина Известна С не очень высокой точностью Там сколько-то Там 5-6 знаков После запятой Это не самая Высокая точность Для современной Экспериментальной физики Вот буквально Да И что интересно Вот этот эксперимент Это же пожалуй Вот когда мы Притягиваемся к земле Мы притягиваемся Формально к телу Которое находится В центре земли Вот этот вот закон С которого все началось Да Там два любых тела Во вселенной Которые Можно рассматривать Как материальные точки Либо обладающие Сферические симметрии Притягиваются друг к другу С какой-то силой То есть вот эта формула Она верна Либо для материальных точек Либо для шаров Вот мы притягиваемся Сейчас так Как если бы Земля представляла собой Невесомую такую Стеклянную скорлупку А вся ее масса Была сосредоточена В самом центре И вот Чтобы рассчитать Нашу силу притяжения К земли Нам нужно поэтому Использовать расстояние От нас До центра земли Здесь Расстояние Гораздо меньше И вот мы понимаем Что гравитация Работает на масштабе В несколько тысяч километров Но работает ли она На масштабе В несколько сантиметров И вот такие эксперименты На самом деле По сей день ведутся Вот это свежий эксперимент Буквально в прошлом месяце Была опубликована работа Это работа австрийских физиков Где они проверяли Справедливость закона Тикотения В формулировке Ньютона На очень аналогичной Установке Вот эта фотография Смотрите Вот это маленький Такой золотой шарик Ну не шарик Сфера такая Полая сфера Маленькая Размером буквально Один миллиметр И массой 90 миллиграмм Всего лишь Здесь подносилась Другая сфера Тоже массой 90 миллиграмм Она еще немножко Так вот качалась Потому что опять же У вас там постоянно Есть колебания Вы не можете Так просто все измерить Вам нужно просто Какое-то периодическое воздействие И отклик на это Периодическое воздействие Вот И они по отклонению Вот этого подвеса Тоже там В вакуумном кожухе Тоже Где-то подальше Хотя это было в центре города Это в Вене Все измерялось Это было на прошлое Рождество Потому что людей меньше в городе Нет никакой Сильной сейсмической активности А к этому эксперименту Прилагался сейсмодатчик Который Показания которого Приходилось учитывать И так далее И тому подобное Вот вам свежий Месячный результат Что да Гравитация работает На расстоянии в один миллиметр То есть Это Новое утверждение Закон семирного тяготения Которому вы привыкли Когда вам Говорится что это Универсальный закон Вселенной Это экстраполяция Она разумная Она прекрасно подтверждается Экспериментами Но тем не менее Это экстраполяция И всегда важно Уметь И иметь Какое-то экспериментальное подтверждение Что он работает В том числе И на очень маленьких масштабах Вот мы получили Закон семирного тяготения Та формула Которой вы привыкли Ну строго говоря Это не совсем сила Как вы понимаете Это не совсем сила Хотя бы по той причине Что сила Это векторная величина А формула Которой вы привыкли Она задает значение Этой величины То есть величину величины Абсолютное значение Но никак не говорит о том Куда направлена эта сила В формулировке Обычно говорится Что сила направлена Вдоль прямой Соединяющей Вот два тела Или две материальные точки То же самое Можно записать Срого математически При помощи векторов И здесь только Нужно вспомнить вот что Вот у вас есть Некоторая первая масса Допустим Масса М1 Вот у вас есть Какая-то вторая масса М2 Между ними есть Какое-то расстояние Линия R Можно ввести вектор Который направлен От первой массы Ко второй массе Вот этот вектор И назвать его Вектором R И тогда сила Которая действует На вторую массу Со стороны первой Вот она Сила тяготения Векторная Она будет направлена Противоположно Этому вектору То есть Эта сила Если мы запишем Эту формулу Вот эта сила тяготения Действующая на вторую массу Со стороны первой Это должно быть Что-то такое Какое-то число Умноженное На вектор R То есть Вектор Который Во сколько-то раз Длиннее Или короче Вот этого самого Вектора R На самом деле Лучше здесь писать Не просто векторы А вектор R Деленный на само расстояние Вот такая вот Конструкция R векторное Деленное на абсолютное Значение вектора Это единичный вектор То есть Это вектор Который у нас Направлен вот сюда И имеет длину Вот он вектор N И имеет длину Равной единице А само значение силы Мы знаем Это гравитационное Постоянное Умноженное на Произведение масс И деленное на Квадрат Модуля Вот этого вектора R Вот этот модуль Переходит сюда Здесь остается Куб А здесь просто остается Вектор R Если мы еще вспомним Что на самом деле Каждая масса В какой-то системе Координат характеризуется Своим радиус-вектором То вот эта вот Линия Есть не что иное Как разница Двух радиус-векторов Это вот простая Там Это по методу Суммы векторов По правилам Треугольника И тогда Если вы рассматриваете Задачу двух тел Так называется задача Когда вы рассматриваете Движение двух Только двух Материальных точек Связанных силами Взаимного тяготения То уравнение Которое описывают Силы в векторном виде Полностью выглядит Вот таким вот образом Дальше вы эти силы Подставляете Во второй закон Ньютона Для первой Для второй У вас есть Некоторые начальные условия Начальный радиус-вектор Начальная скорость И вы начинаете решать Задачу двух тел Но вот с этим уравнением Скажите пожалуйста Есть люди Которые вот не сталкивались С такой записью Для которых она новая Что так вот Вот То есть несколько есть Смотрите Как ее стоит воспринимать Когда вы пишете Что у вас Сила векторная F1,2 Это есть Минус G Здесь М1 М2 Деленная на модуль R1 векторный Минус R2 Векторный в кубе И здесь разница Векторов R1 Минус R2 На самом деле Это Допустим В двумерной системе Координат В Декартовой Вот так записывается Два разных уравнения Которые показывают Чему равны Компоненты силы Еще раз Сила это вектор У каждого вектора Есть свои компоненты Проекции этого вектора На оси координат Fx и Fy И вот это выражение Означает следующее Что Fx Давайте так F1,2 Запятая X-овая Равно Минус G Здесь M1,M2 Ничего не поменялось Здесь Вот это вот Расстояние Сейчас я напишу Чему оно равно Поподробнее В кубе А вот здесь Вот стоит X1 Минус X2 Для Y-ковой компоненты Здесь бы стояло Y1 Минус Y2 А вот эта штука Вот этот модуль Есть не что иное R1 Минус R2 В кубе Это Расстояние Модуль разности Двух векторов То есть это корень R2 относительно тела 1 Поэтому минус R1 Но оно действует В направлении Противоположном То есть по сути Минус означает Что это сила притяжения Окей, можно так сказать Если вы здесь напишите Плюс То это будет сила Вот И вот так вот по сути Математически Формулируется то Что называется Задача двух тел И Можно показать Что Эта задача Эквивалентна другой Задаче В этой задаче Чем плохо Здесь у вас двигаются Два тела Одновременно И если вы ее решаете И находите Зависимость Координат от времени Радиус вектора Первого тела И второго от времени Это сложно Хотелось бы Какое-то тело Зафиксировать Оказывается Эта задача В плане Формы орбиты Периода обращения И подобных свойств Она эквивалентна Вот такой Что у вас есть Некоторая система координат Связанная с другим телом С массой Равной сумме Масс этих тел Которые вы рассматриваете И оно прибито Гвоздем сюда К доске Оно прибито К началу координаты Оно никуда не движется А вокруг него Движется Другое меньшее тело Вот с такой Хитро посчитанной массой Она называется Приведенная масса Масса мю И вот у нее У этого массы мю Будет точно такая же Эллиптическая орбита Как у двух Других тел Друг относительно Другого Вокруг общего центра масс Вот это называется Приведенная масса И когда вы рассматриваете Задачу двух тел У вас там возникает Несколько важных параметров Которые в конечном итоге Вам описывают Как будут Именно двигаться тела То есть От чего это зависит Физически То есть смотрите Что я сейчас хочу сделать У нас были наблюдения Из наблюдения Мы сформулировали Ну не мы Кеплер Сформулировал Три закона Кеплера Из которых Мы получили Закон всемирного тяготения Поняли Как он записывается Полностью В векторном виде И из этого Мы теперь получаем Уже лучшее Более детальное Знание того Как устроены Орбиты тел Ну например Мы сейчас получим То что орбита Не обязательно Может быть эллипсом Что она может принимать И в том числе Другие формы Чего Кеплер Знать не мог Вот для того Чтобы понимать От чего на самом деле Орбита зависит И почему например Там у Меркурия Эксцентриситет 0,2 Она более сжата А у Земли Эксцентриситет Что-то там 0,016 Она менее сжата Вот для этого Нужно посмотреть На физику Смотрите В такой системе двух тел Работает закон Сохранения энергии И закон сохранения энергии В этой системе Записывается Вот такой вот формулой Но вот это вот Мю В квадрат пополам Я думаю вы узнали Это кинетическая энергия Она очень похожа На кинетическую энергию Материальной точки МВ квадрат пополам Здесь ничего страшного нет А вот это вот Я не знаю Узнали ли вы или нет Вот это вот ЖМ Мю деленное на Р Да еще и с минусом Это потенциальная энергия То что вы знаете Е как равно МЖ Знаете Вот такую вот Потенциальную Так вот Это родственник Вот этой формулы Е равно МЖ Работает только Вблизи Большого Гравитирующего тела То есть вот здесь У нас на земле В лаборатории Е действительно Равно МЖ Как приближенное значение Но когда вы Уходите далеко И рассматриваете Два тела В самом общем виде Полезно помнить Потенциальную энергию Взаимодействия Двух гравитирующих тел Она записывается Следующим образом Е потенциальная Равно минус Она считается Отрицательным То есть чем ближе Два тела Тем она более Отрицательна И ее абсолютная Величина растет Когда уменьшается Прошу прощения Когда мы тело Расталкиваем Минус Гравитационная Постоянная На произведение Массы этих тел И деленная Просто на расстояние Между ними Это очень похоже На силу На силу тяготения С терроразницей Что здесь вместо Квадрата Расстояния Написано Просто само расстояние Это потенциальная энергия И вот эта полная энергия Система Поделенная На проведенную массу Ну потому что Это некая константа Для данной задачи Называется Постоянной энергией Или вот было Такое очень красивое название Постоянной Живой силы Небесные механики Раньше Во времени Таких сейчас Уже не делают Уже таких нет Раз-два И обчелся А скоро их не будет Вовсе Вот они любили Любят употреблять Вот эту постоянную Живую силу В общем Постоянная энергия Величина полной Энергии системы Это одна из ключевых Величин Которая влияет на то Какую форму Будут принимать орбиты И как будут двигаться Тела Когда мы решаем Задачу двух тел Вот решаем Те самые Векторные уравнения В конечном итоге Мы можем вывести Формулу Как зависит Расстояние До солнца Расстояние До фокуса Эллипса Расстояние Р в зависимости От некоего угла Который мы называем Истинной аномалией Вот у нас есть Декартовая система Координат А мы можем Каждую точку Характеризовать Не х и у А расстоянием От центра И вот углом Между прямой Соединяющий центр И вот эту вот точку Мы можем записать Вот собственно Описать вот Некоторый эллипс Мы фокус В данном случае Эллипса у нас Совпадает с началом Системы координат В этом эллипсе Вот она наша Большая полуось А по центр Перецентр Что у нас еще Меньшая полуось Вот это вот У Это истинная аномалия И еще оказывается Важным Вот такой вот Параметр Очень хитрый Это расстояние От фокуса Который мы принимаем До центра До ближайшей точки Эллипса Проведенная Параллельно Малой полуоси Параллельной Вот в данном случае Осе Y Вот это вот Расстояние Оно-то согласитесь Тоже характеризует Размер Самой системы Размер эллипса Оно называется Фокальным параметром Так вот Формула Которая задает Зависимость Расстояния От истинной аномалии От вот этого угла Записывается Вот таким образом Где Е Это эксцентриситет То есть Что это такое Эксцентриситет Это отношение Вот этого расстояния Между центром и фокусом К большой полуоси Ну вот так вот Он записывается Через величину Больших полуосей Как корень из единицы Минус b квадрат Деленный на а квадрат И вот эта формула Является прямым следствием Решения задачи двух тел Когда мы силу тяготения Подставляем во второй закон Ньютона Вот эта формула Позволяет понять Как будет меняться орбита Если мы меняем эксцентриситет Если мы меняем фокальный параметр Фокальный параметр Это тоже геометрическая вещь Разно с большей полуосью И эксцентриситетом То есть большая полуось И эксцентриситет Это два параметра Которые полностью описывают нам эллипс Ну или это может быть Например Фокальный параметр Фокальное расстояние И тоже эксцентриситет Пожалуйста Вот два параметра Полностью описывают Нам геометрию эллипса О чем я дальше хочу поговорить По физике Рассказывал ли вам Дауд Казбекович Про то что такое Векторное произведение То есть вы знаете Что векторным произведением Называется Некоторый вектор Который перпендикулярен Двум другим векторам И длина которого В общем-то Равна площади параллелограмма Построенной на вот этих Двух векторах И модуль векторного произведения Это просто Величина векторов Умноженная на синус угла Между ними Интересное свойство Векторное произведение То что это Как бы умножение Каких-то сущностей На это умножение Не коммутативно У вас А умножить на Б Не равно Б умножить на А У вас меняется знак Это вот наверное Первый раз в математике Когда вы встречаетесь Не коммутативностью Умножения Те из вас Кто потом Начнет заниматься Скажем физикой Профессионально Поверьте Вы с такими штуками Будете встречаться Довольно часто Ну и еще свойство Векторное произведение Что векторное произведение Вектора на самого себя Потому что синус угла Равен нулю Оно равно нулю И вот смотрите Что я хочу ввести Я хочу ввести Понятие момента импульса Момента импульса Материальной точки Что такое импульс Вы знаете Импульс Это векторная величина Равная произведению массы На скорость материальной точки Поднимите руку Те для кого я сейчас Новость сказал Хорошо А момент импульса Материальной точки Которая движется На каком-то расстоянии R с радиус вектором R От некоторого центра Равен векторному произведению Радиус вектора На импульс То есть вот есть материальная точка Вот она куда-то и движется Вот ее импульс Есть некоторая система координат Есть ее радиус вектор И если вы посчитаете Векторное произведение Вы получите вот такой вот вектор Который называется Моментом импульса И это просто масса Умноженная на векторное произведение Радиус вектора умноженная на вектор скорости. Если вы посчитаете то, как момент импульса изменяется в двойной системе, в задаче двух тел, то вы увидите, что он на самом деле не изменяется. Так же, как сохраняется полный импульс системы, то есть сумма импульсов двух тел, сохраняется и момент импульса. Ну, собственно, здесь вот показано, почему он сохраняется. Изменение момента импульса, оно расписывается именно таким образом. Здесь векторное произведение скорости само на себя — это 0, а здесь векторное произведение радиус вектора на ускорение. Но это тоже ноль, потому что ускорение направлено вдоль прямой, направленной на Солнце. У нас центральная сила. Момент импульса не меняется. Это означает, что орбита тел так устроена, то есть у вас всегда радиус-вектор и скорость, они всегда лежат в одной плоскости, потому что момент импульса, палка, которая перпендикулярна их плоскости, не меняется, меняет свое направление в пространстве. Орбита в системе двух тел всегда остается в одной плоскости. Она вот так вот сама по себе не колышется. И вот это определяется как раз законом сохранения момента импульса. Но это еще не все. Но это еще не все, как говорят по телевизору. Смотрите, представим себе маленький кусочек движения тела по орбите. Вот у нас здесь Солнце было, вот здесь вот у нас было некоторое тело, это его радиус-вектор. Оно движется с какой-то скоростью v, которая направлена под углом t к этому радиус-вектору. И вот посмотрите, у вас был такой радиус-вектор через маленький промежуток времени dt, когда мы считаем, что скорость постоянно, у вас радиус-вектор поменялся вот с этого на этот. А вот эта добавочка – это v умноженное на dt. Это треугольник. Помните формулу для площади треугольника, что площадь любого треугольника равна 1-2 произведения двух сторон, умноженной на синус угла между ними. Вот. Мы можем воспользоваться этой же площадью, этой формулой, и посмотреть, вот эта маленькая площадь – это 1-2, умноженная на r, вот он, умноженная на вторую сторону v dt, умноженная на синус θ, угла между ними. Но, посмотрите, r на v на синус θ – это же момент импульса. Вернее, момент импульса, деленный на массу, деленный на проведенную массу. И момент импульса оказывается постоянным, то есть изменение площади равно некая постоянная величина, умноженная на изменение времени. И стало быть, вот эта вот двойка, умноженная на скорость изменения площади – это постоянная величина. Это закон площадей. Второй закон Кеплера, то, что у нас радиус вектор планеты за равные промежутки времени заметает равные площади, является следствием закона сохранения момента импульса в задаче двух тел. То есть то, что у нас орбита всегда находится в одной плоскости. Ну и можно через параметры орбиты еще записать вот это вот c квадрат. Это просто гравитационная постоянная на сумму масс, умноженная на фокальный параметр. Очень удобная штука, которая нам в самом конце понадобится. Форма орбиты определяется вот этой вот знаменитой формулой, где здесь фокальный параметр, здесь эксцентриситет. Форма орбиты, очевидно, определяется какими-то физическими параметрами. Значит, и вот эта штука, и вот эта штука должны зависеть от какой-то физики. Вот с фокальным параметром мы уже определились. вот эта штука зависит от момента импульса. То есть, по сути, зависит от соотношения начальной скорости и расстояния. То есть у нас есть вот это вот c квадрат, да, момент импульса, это гравитационное постоянное на сумму масс, умноженное на фокальный параметр. То есть в зависимости от того, как мы... А вот эта штука, c квадрат, это r в квадрате нулевое умноженное на v в квадрате нулевое. Начальное расстояние, умноженное на величину начальной скорости. Вот чем определяется фокальный параметр. Чем определяется эксцентриситет. Но, как вы понимаете, он тоже определяется какой-то физикой. И вот у нас есть два параметра. Да, С, прощение, еще здесь, конечно, синус квадрат, это нулевое. Это С в квадрате. И второй параметр, это вот та самая постоянная энергия, та самая постоянная живой силы. И смотрите, если вы будете менять постоянную энергию H и постоянную площадей С, у вас будет получаться разный эксцентриситет. Вот, собственно, есть конкретная зависимость, как эксцентриситет зависит от постоянной энергии и постоянной площадей. А вот эта зависимость, ну, можно было через фокальный параметр, но, по сути, это он и есть, через большую полуось и эксцентриситет. То есть, меняя начальную энергию и меняя начальный момент импульса, вы получаете разные орбиты. И можно показать, что в зависимости от того, как у вас начальная энергия соотносится вот с некой константой, революционной постоянно умноженной на сумму масс, у вас будет получаться разные орбиты. У вас будет получаться либо круговая, либо эллиптическая, либо парабола, либо гипербола. В принципе, может быть и прямая. Прямая орбита тоже не запрещена. Закон всемирного тяготения тоже не запрещена задачей двух тел. То есть, это такая вот орбита с бесконечным эксцентриситетом. Вот это все то, что называется конические сечения. На что я здесь хочу обратить внимание? Я понимаю, что сейчас вот эти формулы не очень хорошо считываются. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на главное. В общем-то, по большей части, на самом деле, форма орбиты определяется энергией. Если энергия достаточно маленькая и отрицательная полная энергия, что значит отрицательная? Потенциальная энергия взаимодействия двух тел больше, чем кинетическая энергия. Тогда система оказывается связанной, и она скорее будет на круговой орбите, либо на эллиптической орбите в зависимости от баланса энергии. Как только у вас потенциальная энергия, кинетическая энергия, суммарная вот в постоянной энергии, оказывается равной потенциальной энергии, постоянной энергии сразу становится равной нулю. То есть, кинетические потенциальные сравнялись. У вас орбита разрывается, то есть, у вас возможность улететь у тела появляется, и орбита превращается в проболическую. Если кинетической энергии у вас еще больше, то орбита становится гиперболической, и там тело улетает на достаточно большое расстояние. Вот там какие-то межзвездные тела, они вполне могут двигаться по гиперболическим орбитам, или, например, кометы, которые прилетают к нам только один раз, которые не находятся на замкнутых орбитах, у них эксцентриситет вполне может быть больше единицы. То есть форма орбиты целиком определяется физическими, начальными физическими условиями, в которые были поставлены два тела, и это является прямым следствием закона всемирного тяготения. Ну, на что хочу обратить ваше внимание. Эксцентриситет. Как понять, что эллипс вытянут? На самом деле, если вы посмотрите, вот здесь у меня нарисованы круги, эллипсы с разным эксцентриситетом, это 0, настоящий круг, а это 0,95. Палочкой показано положение фокуса. То есть на самом деле эксцентриситет 0,9 означает вот эксцентриситет 0,8, 0,7, 0,9 иногда бывает у комет, означает, что фокус находится невероятно близко к перицентру. И вот это интуитивно лучше понимать. Если вы хотите посмотреть сейчас на эллипсы, понять, насколько сильно он вытянут, я бы вам рекомендовал пытаться смотреть не на степень сплюснутости, за что обычно наш глаз цепляется, а на то, насколько далеко фокус уходит от центра. Вот посмотрите на этот круг. На самом деле, внешне, вот если бы я убрал эту палочку, он выглядел бы практически не сплюснутым. Эксцентриситет 0,2, вот это такой эксцентриситет у орбиты Меркурия. Самый большой, самый сплюснутый орбит из всех ныне существующих больших планет Солнечной системы. Но то, что у него фокус смещен от центра, уже, в общем-то, невроженым глазом видно. Вот это? Нет, это постоянная площадей. Это вот эта штука. Это момент импульса. Это начальное расстояние, умноженное на начальную скорость, умноженное на угол, на синус угла между ними. Ну, да, по сути, это одно и то же. То есть, да, можно сказать так, что фокальный параметр, он вот равен вот этой штуке, потому что вот это и вот это. Можно так? Да. Да. Центриситет центра масса, да, связанная для… Да. Да. Нет, это не было сказано, это очень хороший вопрос. Орбиты в системе двух тел относительно, там, одного тела относительно другого, тел относительно общего центра масс, они будут иметь точно такие же параметры, точно такой же эксцентриситет, точно такой же большую полуось, как орбиты в системе, для той системе с вот этой приколотой большой массой и приведенной массой. То есть, эти орбиты будут подобны. Ну, как это можно себе представить? Представьте себе круговую орбиту, да, круговую орбиту, орбиту с нулевым эксцентриситетом. На самом деле, с точки зрения, там, центра масс, центра масс, круговая орбита у вас для системы двух тел, возможно, когда у вас, ну, в самом простом случае, когда у вас два тела имеют одинаковую массу. И это будет выглядеть так, как будто они движутся постоянно по одной и той же окружности, соединенной линией, такой жестким стержнем, проходящим через центр окружности и через них самих. У каждой из них будет, как бы, своя одинаковая круговая орбита. Если мы перейдем в систему отчета, связанную там с, вот с этой суммой масс, ну, да, с одной из этих масс, вторая тоже будет двигаться по круговой орбите. То есть, вот эти орбиты, они оказываются подобными. И вот этот вывод, вот эти параметры, они справедливы для систем двух тел, в общем-то, произвольной массы. Но проще, ну, и, конечно, интуитивнее понятно, более интуитивно ими пользоваться, когда мы рассматриваем ситуацию, когда у нас есть очень-очень тяжелое солнце в центре, которое практически не двигается, и маленькая слабая планета, которая наягивает круги. Закон Кеплера, третий закон Кеплера, к которому, в общем-то, все привыкли, что это соотношение квадратов, периодов, как соотношение кубов больших полуосей. Но теперь, зная вот то, как устроена орбита, что это именно эллипс, что есть большая полуось, малая полуось, что есть закон площадей, что есть вот это постоянные площади. Смотрите, площадь эллипса – это π умноженное на an умноженное на b. Ну, подставьте а равно b, вы получите πr квадрат и площадь окружности. Или через вот эту малую полуось, она связана с большой полуосью и эксцентриспетом, вот такой вот формулы. Второй закон Кеплера – полная площадь эллипса, вся площадь эллипса, она заметается за полный период, и это время тоже одинаково, поскольку там как бы за равные промежутки времени заметают равные площади. И вот эта константа – это c пополам, где c – это вот это самое, вот она, корень из gm, фокальный параметр, постоянные площадей. Вот если возьмете эту формулу, подставите это сюда, а вместо c подставите сюда, то есть вы взведете, здесь будет s квадрат деленное на t в квадрате, сюда в c подставите, вот это вот здесь гравиационное постоянное произведение в вас, вот он, фокальный параметр, тоже введете в квадрат, там у вас, ой, прошу прощения, здесь у вас будет, а, вот эта вот площадь, а здесь у вас появится четверка, вот она из этого квадрата. Вот отсюда вы сможете выразить, как зависит квадрат периода обращения от куба, большей полуоси, уже полуоси эллиптической орбиты в системе двух тел. И у вас получится вот этот самый коэффициент, который Кеплер не знал, 4π в квадрате на g на сумму масс. В стандартных задачах для обычных планет Солнечной системы вторую массу, которую масса планеты, конечно, про нее забывают, потому что масса планеты много меньше массы Солнца. Но когда у вас не масса планеты, а масса в системе двойной звезды, как Лебедь-Х1, например, про нее забывать нельзя, про нее помнят. И вот, собственно, из этой формулы получается знаменитая формула для функции масс. Вот здесь Т квадрат. Вот эта часть – это одно и то же, то есть С квадрат делен на Т квадрат. Я вместо С подставил Па квадрат, умноженный на корень из единицы минусе в квадрате. Вот получилось П квадрат, а в четвертый на вот это Т квадрат отставил. А вот эту штуку я взял вот отсюда. Как вы понимаете, сам эллипс, то есть сама форма орбиты, она определяется двумя параметрами. Но это только форма орбиты. Вот фокальный параметр эксцентриситет или большая полуоса эксцентриситет, но это только форма. В действительности орбита как-то ориентирована в пространстве. И для того, чтобы полностью описать ориентацию орбиты, нам недостаточно двух параметров. Нам нужно задать, во-первых, ее форму большей полоси эксцентриситет. И дальше есть еще четыре параметра. В сумме это все называется кеплеровые параметры орбиты. Параметры, которые однозначно и полностью описывают всю орбиту и положение небесного тела на этой орбите. Например, орбита вокруг Солнца. У нас есть так называемая долгота восходящего узла и аргумент перицентра. Значит, что это такое? Аргумент перицентра – это направление оси апсид, а долгота восходящего узла – это направление. Вот эти два параметра – это два угловых параметра, которые, по сути, определяют, как ориентирована плоскость орбиты в пространстве. Вот она есть, плоскость. Мы ее можем ориентировать в пространстве. Чтобы ориентировать, нам нужно два параметра, два поворота сделать. Вот куда-то смотрит сюда момент импульса, который сохраняется. И вот положение момента импульса в пространстве определяется двумя углами. То есть вот раз поворот, два поворот, это как раз долгота восходящего узла. И аргумент перед центром и наклонением, а долгота восходящего узла, смотрите, вот мы сориентировали как-то орбиту, то есть вот как-то раз поворот, два поворот, и у нас еще есть возможность повернуть орбиту вокруг вот этой вот оси, вокруг момента импульса, потому что она вытянутая, и у нее есть какая-то выделенная ось, линия апсид, которая куда-то смотрит. Нам нужно еще ее куда-то сориентировать. То есть у нас вот эта форма орбиты, вот эта трехмерная ориентация орбиты, три поворота, а вот эта истинная аномалия – это положение небесного тела в какой-то выделенный момент времени. И вот эти шесть знаменитых кеплеровских элементов однозначно и полностью описывают положение планеты в системе двух тел. Ну и чтобы вас совсем добить, я вам уже сегодня рассказал про закон, я упоминал закон сохранения энергии, я немножко упоминал закон сохранения импульса, но вскользь, вы про него знаете. Теперь вы узнали, что в природе существует закон сохранения момента импульса. Так я вам таки сейчас скажу, что законов сохранения в природе на самом деле очень-очень много, и у каждого из них есть какой-то некий физический смысл. Задача двух тел вообще, говоря, 10 законов сохранения. Понятно, импульс – это векторная величина, это три, энергия – это один, момент импульса – это векторная величина, это три значения, и есть еще три значения. Что это такое? Когда вы просто остаетесь в рамках задачи двух тел, у вас ничего вокруг больше во Вселенной нет, то у вас не просто момент импульса куда-то смотрит, и у вас орбита как-то повернута. Она же вытянута, и нужно еще сделать утверждение, что линия апсид, она тоже не поворачивается. Вот у Земли, помните, я говорил, она поворачивается с периодом 112 тысяч лет, потому что есть внешнее воздействие от других тел. А просто задача двух тел, она не будет поворачиваться, и поэтому у вас возникает еще одна сохраняющаяся векторная величина. Это вектор, который направлен вдоль линии апсид. Я не буду его выписывать, чтобы ни на кого не напугать. Называется он вектор Лапласа-Рунгеленца. Это еще одна сохраняющаяся величина. Итого, в задаче двух тел существует 10 скалярных законов сохранения. Вот теперь живите с этой мыслью, а у меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ